На сегодняшний день интернет становится не только полезным и информативным, но также опасным местом. Огромное количество вирусов, заражающих ваш компьютер, наносит вред не только вашему ПК, но также и вашим личным данным. Поэтому становится актуальным установка антивирусной программы. Антивирусных программ на сегодняшний день тоже огромное количество. Есть и платные, и бесплатные. Платные антивирусные программы устанавливать неактуально на ваш домашний ПК, поэтому мы рассмотрим с вами некоторые бесплатные антивирусные программы. И расставим их в той последовательности, в которой они наиболее соответствуют лучшим позициям. Прежде чем мы начнем говорить о бесплатных антивирусных программах, давайте с вами рассмотрим один из платных вариантов, которым возможно пользоваться бесплатно. Это антивирусная программа Dr.Web Security Space 12 версии. На данную программу всегда можно найти журнальные или демо-ключи, поэтому ее использование можно назвать условно-бесплатной. Данная программа не выкинет вам никаких объявлений, никакой рекламы. Программа имеет достаточно мощный функционал для защиты вашего компьютера, личных данных, почты, имеет брендмауэр или фаервол, также родительский контроль, если вы хотите защитить детей от посторонних сайтов и так далее. Как сделать эту программу бесплатной и пользоваться ей, есть у меня отдельное видео. Ссылку на данное видео я оставлю в описании. Начну я свой топ с пятой позиции. В нее я включил сразу несколько примерно одинаковых антивирусов. Первый антивирус это AVG Antivirus Free. Это популярный бесплатный антивирус с простым интерфейсом. Из его преимуществ, то что он имеет простой интерфейс для пользователя и хороший антивирусный сканер. Из недостатков, плохая защита от фишинга. Второй антивирус это Bitdefender Antivirus Free. Данный антивирус является европейским. В 2017 году он был одним из лучших в Европе. Он не имеет русского языка. Из преимуществ он хорошо защищает ваш компьютер, имеет защиту от фишинга, тоже имеет простой интерфейс и скромно расходит ресурсы вашего компьютера. А вот из недостатков, возможности настройки антивирусного сканирования урезаны по сравнению с платными решениями самого же Defender. Следующая программа это комода Internet Security. Она тоже является бесплатной. А также эта программа имеет огромный расширенный функционал. Скажем, что комбайн, в котором помимо антивирусной защиты есть и фаервол, и антирут кит, и облачный сканер, и песочницу. Есть возможности сканировать игровой режим, в котором уведомления антивируса отключены. Из преимуществ, универсальность, широкие возможности. Содержатся все те же функции, что и платные аналоги других разработчиков. Из недостатков. Излишняя параноидальность фаервола. Навязывание различных продуктов от комода. Следующий. Это антивирус Panda. В Panda антивирус есть возможность создавать загрузочные диски, с которых можно запустить систему, если ее повредил вирус. Если вы не хотите, чтобы антивирус напомнил о себе, можно включить и игровой режим. Из преимуществ имеется инструмент USB защиты, настраиваемое сканирование, создание загрузочных дисков и планировщик. А вот недостатки – медлительность и большое потребление ресурсов вашего ПК. Четвертое место в топе занимает продукт Avast Free Antivirus. Хочу заметить, что данный антивирус многие ставят на первое место в топе бесплатных антивирусов. На самом деле, это не совсем так. Антивирус достаточно слабый и пропускает огромное количество вирусов. Это из личного опыта. Перейдем к описанию продукта. Avast Free Antivirus используется огромным количеством пользователей, а значит является одним из популярнейших продуктов бесплатных антивирусов. Этот антивирус оснащен менеджером паролей и расширениями для браузеров. Имеется в Avast Free Antivirus и игровой режим, в котором уведомления антивируса сводятся к минимуму, чтобы пользователя ничто не отвлекало. Помимо прочего, Avast Free Antivirus умеет создавать загрузочные диски и оценивать уязвимость Wi-Fi сетей. Из его преимуществ. Прекрасная функциональность для бесплатного продукта, встроенная песочница, продвинутое облачное сканирование, защита от руткитов и фишинга. Также имеются и недостатки. Периодически раздражает предложениями приобрести платную версию. Третье место в топе занимает Avira Free Security Space. С этого момента мы и начнем описывать те антивирусы, которые наиболее хорошо справляются с защитой вашего устройства. Avira очень популярный антивирус в 2017 году, удостоившийся высокой оценки от лаборатории Cellabs. Помимо антивирусной защиты, он поддерживает технологию облачного сканирования Protection Cloud. Какие же имеет он преимущества? Это хороший антивирусный сканер, наличие сетевого экрана и защита от фишинга. Дополнительные функции, вроде менеджера паролей и клиента VPN. VPN здесь, конечно же, ограниченное. 150 Мбит в сутки можно использовать, но все же оно есть. Из недостатков. Неудобный интерфейс, навязывание дополнительных продуктов, вроде инструментов и рекламы. На втором месте у нас оказывается Касперский при антивирус. Неплохая бесплатная версия российского антивируса, неизменно занимавшего высокие позиции во всевозможных рейтингах. Хотя, конечно, это и урезанный продукт. Здесь есть все для комфортного домашнего пользования. Данный антивирус имеет неплохие вирусные базы, что позволяет ему наиболее эффективно обнаруживать и уничтожать известные вирусы на сегодняшний день, в отличие от своих аналогов. Из его преимуществ, то, что он мощный, имеет мощный антивирусный сканер и сетевую защиту, имеет простой интерфейс и отличную защиту от фишинга. Из недостатков. Довольно медленное сканирование И прилагаемая бесплатная версия Касперский Secure Connection VPN имеет ограничения по трафику. Первое место в нашем топе занимает антивирусная программа 360 Total Security от китайских разработчиков. Данная программа имеет три антивирусных движка, что способствует ее лучшей работе. Данная программа не просто так оказалась на первом месте в нашем топе. Она не раз доказывала свою способность решать проблемы с опасными вредоносными файлами. В себе этот продукт содержит все функции, как и у своих платных аналогов. Одно время она даже считалась хорошим конкурентом платным аналогом, таким как Доктор Веб или Касперский. Она содержит в себе антивирусный сканер, содержит инструмент проверки Wi-Fi сетей, песочницу, брендмауэр, USB защиту и так далее. Из преимуществ то, что режимы защиты настраиваемые. Из недостатков множество функций сомнительно полезности вроде оптимизации или очистки. То есть программы являются дополнительными. А также большое количество рекламы. Но это не мешает его работе. И, конечно же, подведем итог. Все перечисленные программы в нашем ТОПе являются бесплатными, выполняют свою функцию как антивируса. Но, конечно же, бесплатные они не просто так. Во многих из них вы будете периодически видеть рекламу, предложение купить платную версию и так далее. Что не всегда является приятным. Но в целом программы работают, защищают ваш компьютер и вас от видоносных программ. На этом мы и закончим. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok